Итак, общение с Мэттом, ребята. Ахой, Мэтт! Статуя говорила! Статуя... ...говорила? Да! И что сказала? Она сказала, оно... Это очень плохое слово, я знаю. И оно английское. Ты не считаешь, что старий гибельская статуя говорит по-английски? А ты не считаешь, что статуя вообще говорит по-английски? Это был мой следующий вопрос. Говорящая статуя. И... ...статуя... ...с тобой сейчас прямо говорит? Ты думаешь, что я с котушек съехал? Нет, конечно, нет. Я думал, что ты слышишь лучше меня. Это, что слышит статуя. Уши, которые могут слушать статуи. Ээээ... ...вы такой хороший коп, мистер Зелнер. Это... ...такая загадка, с которой вы сделали шутку. Да, ты прав. Это всего лишь вы мне не верите? Я тебе верю. Хм... Мы оба согласны, что каменные статы без арта и вокаль... ...и без гланд не могут говорить, правильно? Да. Да, я согласен с этим. Хорошо, это значит, что... ...ээээ... ...тут сделаешь чем-то еще, и мы должны узнать, что или кто это. Хорошо. Круис по Нилу. Я немножко тебе даже завидую. Ты по Нилу покатаешься на корабле, наверное, потрясающе. Да, думаю, что да. Ты как-то не очень злонул. Я думаю, что мама хочет, чтобы профессор тоже пошел с нами, и ты не хочешь? Ты даже можешь... Ты можешь мне сказать. А что, если мама выйдет за профессора, и она больше не будет работать с леди, и нам придется переехать в Лондон? Эээ... Так, скажи, что тебе это не нравится. Ты можешь сказать своей маме, что тебе это не нравится. Она никогда не против тебя ничего не сделает. Правда ведь? Я думаю, ты прав. Если я достаточно буду упертым, она... Отошлет профессор. А, это мы посмотрим. На это мы посмотрим. Идет глаз. Уже глаз, круто. Глазцы. Идут глазцы. И мы теперь сможем посмотреть на все это. А, вот и... Скоро все кончится. И у меня для вас будет время. Эээ... Мы хотели обратно отправиться в отель. Конечно. И вечером будет гала. Я вам музей покажу, хорошо? И... Вы уже решили насчет круиза? Ну... Ну... Я не знаю, если честно. Пойди и скажи, мальчик. Я тебя только сейчас увидел, мама. Или ты хочешь пойти с профессором, чтобы я тебя видел даже меньше? Извините, профессор Русиен. Я думаю, лучше, если вы с нами не пойдете. Но Мэри... Профессор? Идете? Может, мы можем поговорить об этом к вечеру. Вон раз струны. Пойдем в отель. Хочу мороженое. На самом деле... Мистер Зелдер мне как бы должен. Запись сделана. Я думаю, нам стоит пойти... И... Туда. Теперь ведь можно. Да, можно, конечно же. Поболтаем с остальными. Потрясающе. Потрясающий момент. Профессор Русиен, пожалуйста, ваш ключ. А... Да, да, да. Ну... Давайте же, профессор. Вы должны понять, что... Спасибо. Сейчас там ничего не будет, ребята. Сто пудов. Наконец-то. Пусто. Там пусто. Что? Но... Эм... Профессор? Эм... Хотел вам об этом сказать. То есть дать вам это. Я... После... Кража в Лондоне... Эм... Я думал, что с глазом не все будет хорошо на пути в Египет. Так что я секретно забрал его, чтобы положить его в сейф Лондоне. Да как вы посмели. Я подумал, что я должен оставить себе это ювелирное изделие. Но... Эта ювелирность была в безопасности. От Лондона до суда. Никто не мог ее открыть. Извините, дорогой мой коллега. Если все было правдой, вы его потеряли. Поздравляем, профессор Русиен. Вы всех обманули. Честь... Все за вами. Смотрите, но глаз спасен. Хм... Не все так плохо. Я уж думал... Я уж думал все. Ну... Вот оно. Меня объяснить вам систему безопасности, инспектор. Меня тут призв... Меня позвал французский представитель. Эм... Пресса штурмует пропасольство. Ну вы должны прийти ночью. Открытие выставки... Будет просто событием года. А вы, вы мой особый гость. Я посмотрю, что я смогу сделать в Зейнер. Посмотрите на систему безопасности. Увидимся вечером. Конечно, но... Подождите, инспектор. Я присоединюсь. Ну, вот оно. Инспектор ответит на вопросы репортеров на следующие пары часов, и я, ну... Я не соберу слишком много вашего времени. Я тут просто посмотрю, а потом полежу до вечера. Так, где у нас лупы? То есть, можно... Нужно изучить практически все. Так, изучить. А что там внутри? Другие ценности. Глаз сфинкса. Это было бы событие выставки. Теперь у нас остался только один. И он уже как-то не превосходит другие ценности. Эта комната просто полна драгоценностями. Но... Воровать будут, конечно же, только Глаз сфинксы. Всем посрать на остальное. О, камера. Безопасность. Посмотрите-ка, как хорошо. Что это? Камера. Последняя модель. Называется... Видеослежение. Я в этом слышал. Изображения записываются, их потом можно смотреть. Правда? Все изображения с трех камер записываются в комнате охраны. Вау. Как я и сказал, мы деньги не берегли. Камера безопасности. Что еще можно снять? Саркофаг. Многие люди представляют каменный гроб, когда они думают... слышатся о саркофаге. Но этот деревянный. Как обычно, орнамент представляет... орнамент покрашен золотом. И в другие благородные цвета. Так, изучить дисплей. Как защищен этот кейс? Он создан из пуль непробиваемого стекла из нескольких сантиметров толщиной. Вам потребуется тяжелая артиллерия, чтобы открыть. Но даже маленькая проблема здесь запустит... Звонок. Да вроде и неплохо. Стеклерезка не помогла бы. Почему спрашиваете? Рейвен... Ворон однажды украл целый дисплей в Санкт-Петербурге. Это бы у него не вышло. Дисплей прикручен к полу и весит несколько сотен килограмм. Ну ладно, хорошо. Значит, теперь стойку он не утащит. Хорошо, тут больше ничего исследовать нельзя. Так, так, так. Особо нет ничего нельзя. Поговорить можно. Скажите мне, директор. Да. Когда установили систему безопасности? Недавно. Мы тут две недели назад закончили. Кто устанавливал? Специальная компания из Италии. И с помощью местных дельцов. Ну, то есть многие знают систему безопасности. Констебель. Не могу говорить за итальянцев. Я могу вас убедить, что ни один египтянин... Нет, конечно, нет. Я не хотел сказать, что... Не хотел ничего такого... Дозумевать. Никто... Никто не продал бы важную информацию, планы или что-то типа такое за несколько тысяч фунтов. То есть это сарказм. Конечно же, любой египтяни там продастся. Коррупция и все такое. Что насчет здания? Есть какие-нибудь секретные проходы, скрытые комнаты или что-то такое? Констебель. Я думаю, вы перечитали романы. Гимнастически. Это старое здание, и у него интересная история. Я тут 30 лет работаю и никогда не слышу о неких секретных проходах за стенами. За стенами? Или где-либо еще? Темнит. Да, не даже за статой Акината, в главном холле? Нигде. Я буду рад вам показать чертежи здания. Если бы в чертежах были секретные проходы, они не были секретные, правда? Спасибо за то, что честно все сказали. Я в своем отчете запишу вашу кооперацию. Вы разве не отправите своим высшим в Швейцарии, своим высшим чинам этот отчет? Хорошо, ладно. Тут мы поболтали, выходим, я думаю. Я думаю, я тут насмотрелся. Но мне интересно кое-что еще. Так, ладно. Мы тут видели достаточно. Посмотрим, что есть снаружи. Вот это, врата. Как они работают? Если зазвонит сигнализация, опустится металлическая жалюзь. Тоже происходит с окнами в главном холле. Вор будет загнан в угол, как крыса. И так же и будете с нами. Дальше я покажу вам комнату охраны. Это сердце нашей системы безопасности. И после этого я должен буду уйти. Что это? Сообщите стражам. И позвоните с французским посольством. Легрант должен... Нас запирают! Черт! Все не так хорошо. Сюда. Сядьте и постарайтесь успокоиться. Вор или там, или уже сбежал. Он, скорее всего, уже сбежал. Так. Изучить... А, бомбист. Я имею ввиду, что... Эээ... Вся та комната была заполнена сокровищами. Так надо изучить ворота. Тут все закрыли. Да, эти ворота огромные. Сам не открою. Это поняли. Надо поговорить с ним. Надо в комнату охраны пойти. Там наверняка можно открыть ворота. Директор Мухтар? Мухтар! Директор, как мне открыть эти ворота? Он должен был это сделать. Все артефакты были в той комнате. Он их разрушил. И я заставлю ответить перед законом. Но мне вообще надо зайти туда. Он в шоке, по-моему. Он не способен нам ничего дельного сказать. Он слишком шокирован. Эти ворота тоже закрыты. Как только зазонилась сигнализация, никто не мог выйти через официальные выходы. А где тот охранник, которого мы видели? Еще раз смотрите. Констабель Оливер! Не двигаться! Что вы тут делали? Я? Я тут вообще ничего не делал. И надо сказать, что я собираюсь сделать. Я вас арестую. Отложите пистолет. Я бы хотел... Роберт, давайте, возьмите за ум. Заткнитесь. Охранник. Он мертв? Просто без сознания. Может быть, он нам расскажет, кто его убил из строя. Потрясающе. Да это вы во всем виноваты. Я был в зале с сокровищем из директом. Вы, с другой стороны, имели возможность избавиться от охранника. Я нашел его без сознания. Хотел открыть ворота. И заставить... Облегчить ворону побег. Все. Хватит. На пол. Легранд. Почему вы не с Леграндом в посольстве? Не говорите с прессой? О чем вы говорите? Легранд отказался. Он сказал, что он 40 лет по пустыне скорее будет ходить, чем будет говорить с прессой. Так, зал сокровища. Нам нужно открыть... Но я думаю, тут есть секретный проход. Нам нужно открыть главный проход и звать помощь. Роберт, подумайте. Ворон внутри музея. И мы тоже. Мы можем его поймать. Но мы должны искать его сразу. Сейчас. Оба из нас должны постараться прямо сейчас. Вы просто хотите меня запутать, Роберт. Я не думаю, что вы выбили и облачили человека. И я тоже нет. Я был с директором все это время. Спросите его самого. Это не значит, что вы не причастны. Вы можете работать с вороном. Вы, да вы тоже. Можем подозревать друг друга. Или открыть входы и отдать ворону все возможные мутиоступления. Или мы можем поймать его здесь и сейчас. Хорошо. Но поймите, я вам не верю. Я буду следить за вами, если вы попробуете сбежать. Понятно. Попробую открыть ворота в зал сокровища. И я надеюсь, вы сможете случайно не присталить меня. Если не найдем ничего там, там мы откроем главные двери и позовем инспектора Элегранда. Конечно. Так. Обыскать охранника. Что вы делаете? Я это искал. Ключики. Я думаю, он в порядке. Просто только мы проверим... ...зал с сокровищами. Соберем все. Так звучит кофемашина. Может быть, кто-то положил что-нибудь в кофе и отравил его. Но шишка на задней части его головы говорит об обратном. Позвать о помощи. Мертва. Открыть металлическую коробку. Распределительный щиток. Закрыт. Заперто. Констаблёрвер. Он не может на самом деле думать, что я буду. Он, наверное, подумал, что... Он думает, что я не могу бомбу запустить. Но он думает, что я, наверное, соучастник. И он тоже может быть. Я перетерплю. Пока он рядом, он не может нанести мне никакого вреда. Если меня дать от него избавиться... Я думаю, я смогу как-нибудь это все придумать. Изучить устройство. Монитор. Для просмотра камеры безопасности. Тут пять кнопок. Три из них помечены. Камера первая. Камера вторая. Камера третья. Это та, что в комнате с сокровищами, как я ожидал. Она не выжила взрыва. Не пережила взрыв. Всё понятно. Хорошо. Ну как я это... Перематываем. Посмотрим запись. Потрясающе. Это я с директором. У нас сейчас будет интересно. Что? Какого чёрта? Вы повредили это. Нет. Кто-то выключил камеру или... Нет, она всё ещё записывает. Но что-то накрывает линзу. Вот, это взрыв. Интересно. Почему интересно? Кто-то был в зале с сокровищами, и они отключили камеру. И... И... Через пару минут... Зазвонил звонок, и всё взорвалось. У вора вообще не было... Времени для взрыва, правда ведь? Ещё одна причина... Посмотреть, что произошло в зале с сокровищами. Выйти или ещё исследовать вещи. Но телефон нам не поможет. Металлическую коробку давайте попробуем изучить. Коробка заперта. Скорее всего, она контролирует систему безопасности. Взломать её будет тоже сложно. А, взломать её не надо. У нас есть ключики. Ключики, неаа. Мне вечно хочется говорить неа. Я же анимешник.